Сегодня первый звонок прозвенел и для учеников Зугресской специальной школы-интерната. Сценарий праздника не слишком-то отличался от череды торжественных линеек, которые утром прошли в Харциске. Цветы, шары, белые банты, теплые поздравления, трогательные выступления и слезы на глазах. Взволнованные мамы и папы первоклашек. К столь ответственному дню, своему первому походу в школу, здесь готовились 12 ребят. И сегодня, конечно, именно они были в центре внимания. Ребята, у вас начинается действительно новая, интересная, бурная жизнь. Вы обрели второй дом, вы обрели вторую маму, которая это ваш учитель, которая будет вас все эти годы вести. И с ней вы будете расти, познавать и получать те знания, которые нужно иметь в жизни. Хочу также поздравить будущих выпускников, которые вышли на финишную прямую. У вас, ребята, остался последний год. Его надо с гордостью, с честью, с достоинством провести для того, чтобы получить свой аттестат образования, получить отличные оценки и в дальнейшем уже представлять наш город в институтах, в вузах, в технику, а кто куда дальше определил свой путь. Еще раз всех с праздником. Всем хочу пожелать здоровья, мирного неба. На праздничной линейке в адрес учителей, учеников и их родителей сегодня звучало много добрых пожеланий и напутственных слов. С Днем знаний зугресских школьников поздравила и глава администрации Харциска Виктория Жукова. Хотелось бы в первую очередь поздравить первоклашек. Пусть у вас настроение всегда будет хорошее, слезок, чтобы на глазках не было. У вас впереди все начинается только. Пусть у вас будут хорошие отметки, радостные улыбки и настроение только-только радостное. Потому что от вас зависит то, как дальше будет строиться наша республика. Поэтому вы должны учиться очень хорошо, должны быть напористыми, не бояться ошибок и не бояться никаких преград. Всем ученикам хочется пожелать хорошего настроения. Вот как 1 сентября обычно на праздник идут, хорошее настроение, чтобы было весь учебный год. На сегодняшний день в Зугрессском интернате живут и обучаются 102 ребенка с особыми образовательными потребностями. Для ребят здесь стараются создать максимально комфортные условия и для учебы, и для физического развития. Не с пустыми руками на праздник в интернат приехали активисты общественного движения «Свободный Донбасс». Для детей они привезли наборы школьных принадлежностей. Сегодня решили закончить нашу акцию «Собери ребенка в школу». До этого мы проводили очень много по Харцизску в приюте, детский социальный центр. Потом семьи погибших ополченцев, семьи многодетные. Это Зугресс, Харцизск, поселок Горная. Впервые в этом году мы это сделали. А сегодня мы решили закончить акцию в Зугрессо-школе интернат 31. В пакетах первоклашников у нас идут ранец, тетради, линейки, ручки, альбомы, краски, фломастеры, ластики, карандаши цветные, много чего. Сюрприз с вручением подарков детворе взрослые придержали до завершения праздничной линейки. Но как только звон медного колокольчика известил всех о начале нового учебного года, ребята получили презенты.